Увеличить длительность работы котла Zota на одной загрузке топлива, сделать гонение более эффективным, получить возможность контроля температуры воздуха в доме, управлять нагревом горячей воды в бойлере косиного нагрева. Как это сделать с помощью одного устройства? Сейчас узнаем. Приставка Turboset это то устройство, которое состоит из нескольких элементов и устанавливается взамен штатных деталей твердотопливных котлов Zota и дает возможность контролировать и управлять многими параметрами, которые влияют на длительность работы системы отопления в целом. В комплекте, конечно же, идет вентилятор, который устанавливается на зольную дверцу вместо штатного механизма и самое интересное, контроллер с комплектом проводов и датчиков, с помощью которых он получает всю информацию от котла и из внешней среды и благодаря встроенным алгоритмам, которые написаны специально под котлы Zota, управляет всей системой отопления. Давайте изучим комплектность Turboset, установим его на котел Zota Lava и рассмотрим его основные алгоритмы работы. На самой коробке указана комплектность и перечислены модификации котлов Zota, которым подходит данный комплект. Конкретно этот комплект рассчитан для котлов BULAT 18, 23, 28 и на котел из нашего обзора Lava 13, 17 и 26. Инструкция по установке и настройке котла. Тут же комплект метизов. Переходник для вентилятора. Подставка для пульта. Здесь прячется гильза для подключения датчиков. Вот здесь еще и термопаста нанесена. В отдельной коробочке сам вентилятор. Мощность вентилятора 83 ватта. Эта информация поможет вам правильно подобрать источник бесперебойного питания. Дополнительное руководство по эксплуатации, конкретно по вентилятору. И самое интересное, пульт управления, ну или, как правильно его называть, контроллер с комплектом проводов. Поехали. Будет удобнее, если на переходник сначала установить вентилятор, а потом эту конструкцию выгрузить на дверцу. Одно из главных условий корректной работы приставки Турбосет – это газоплотность всех соединений. Дверца должна быть плотно закрыта, и все соединения должны иметь прокладку. Контроллер можно установить в любом удобном месте. Например, на верхней поверхности котла. Для ее установки есть специальная панель, которая входит в комплект. Панель фиксируется саморезами на верхней крышке, а затем уже на эту панель фиксируется сам контроллер. Сделано это для того, чтобы снизить температуру, до которой может нагреться контроллер. Максимальная температура, в которой может работать 50 градусов. Ну вот, вентилятор со встроенным обратным клапаном через переходник установили на зольную дверцу. Но сейчас осталось дело за малым. Нужно разобраться, как подключить контроллер. В действительности все довольно просто. У контроллера есть несколько выходов. Они все подписаны на задней стенке. Так что запутаться невозможно. Здесь есть датчик, контролирующий температуру теплоносителя, датчик перегрева и датчик, контролирующий температуру горячей воды в бойлере костного нагрева. Конечно же, у контроллера есть возможность управлять насосами. Можно подключить насос для ГВС и насос для отопительной системы. В комплект, естественно, входит резьбовой переходник. В этот переходник устанавливается датчик теплоносителя и датчик перегрева. Он устанавливается в штатное место на котле, в то место, куда обычно устанавливают регулятор тяги. У контроллера Турбосет есть еще одна задокументированная возможность. Это возможность подключать внешний регулятор, который контролирует температуру воздуха в комнате. Подключается он в штатное место, но это опция и терморегулятор нужно докупить отдельно. Но даже базового функционала, который обеспечивает контроллер Турбосета, достаточно для того, чтобы продлить длительность работы котла на одной загрузке топлива более чем в два раза. Казалось бы, для управления котлом есть такая замечательная штука, как регулятор тяги. Но регулятор тяги хоть и упрощает работу с котлом, но тем не менее он не дает того полного функционала, который может обеспечить Турбосет. Главное отличие приставки Турбосет от регулятора тяги в том, что с помощью Турбосета можно достичь меньшей мощности работы котла и при этом продлить длительность горения. В то время как при выставлении минимальной температуры на регуляторе тяги есть серьезный риск того, что котел будет сваливаться в затухание. А вот в случае с приставкой Турбосет это абсолютно исключено, так как даже в базовых настройках есть периодическое включение вентилятора для того, чтобы не дать котлу затухнуть. При этом интенсивность работы вентилятора можно настроить по себе. Минимальная мощность, на которой работает котел с приставкой Турбосет, понижается. Длительность работы котла увеличивается, поэтому и коэффициент полезного действия котла тоже увеличивается на 10-15%. В каких случаях установка Турбосета не только желательна, но и необходима? А в тех случаях, когда котел при работе с регулятором тяги, либо без него, закипает? Котел с установленной приставкой Турбосет работает гораздо дольше. Например, Тополь М 14-киловаттный будет работать вместо 8 часов более 16. И при этом котел в 8 раз быстрее выходит на заданный режим работы. Обычно котлу требуется более 30 минут для того, чтобы перейти в номинальный режим работы. С приставкой Турбосет это время можно сократить до 5 минут. Турбосет позволяет максимально минимизировать участие человека в работе системы отопления. Даже летом, каждые 10 дней, на 10 минут включаются оба насоса для того, чтобы минимизировать вероятность того, что валы заклинят при длительном простое. Но есть еще одна интересная и очень важная функция – антизамерзание. При температуре теплоносителя меньше 6 градусов, включаются на максимальную мощность оба насоса. А как мы знаем, чем интенсивнее циркуляция теплоносителя в системе, тем меньше вероятность того, что вода в системе замерзнет. Сразу же после установки Турбосета и запуска его в работу, необходимо первым делом отрегулировать обратный клапан. Регулировка происходит на уже работающем котле, когда он вышел в номинальный режим работы. При этом необходимо выключить вентилятор и с помощью гайки установить противовес таким образом, чтобы заслонка была закрыта. Почему производитель не отрегулировал эту створку на заводе? Дело в том, что в каждом конкретном случае тяга разная. Именно поэтому есть возможность отрегулировать заслонку под себя. Уже при первом включении приставки Турбосет, котел начинает работать в автоматическом режиме. Все это благодаря встроенному алгоритму, который называется Сигма. Для того, чтобы полноценно подстроить котел для работы в конкретной системе отопления, достаточно изменить температуру теплоносителя и установить рекомендуемую мощность вентилятора. Для этого в руководстве по эксплуатации есть специальная таблица, откуда эти значения можно взять. Но есть один параметр, о котором я хотел бы рассказать отдельно. Это порог снижения оборотов вентилятора. Важный параметр, особенно для системы отопления с малым количеством теплоносителя. С помощью этого параметра можно установить в диапазоне от 1 до 20 градусов тот температурный диапазон, при котором начнется плавное выключение вентилятора, снижение его оборотов, его мощности до того момента, когда котел наберет установленную температуру. Например, вы установили температуру котла в 70 градусов. Так вот, при установлении параметра порог снижения оборотов вентилятора в 10 градусов, уже при температуре теплоносителя в 60 градусов в котле, начнется плавное снижение мощности вентилятора для того, чтобы исключить резкого возрастания температуры теплоносителя. Конечно же, при работе с электричеством всегда возникает вопрос, как перевести котел в энергонезависимый режим работы. Да, такой режим возможен, но, конечно же, с соблюдением определенных условий. Главное условие – это возможность работы системы отопления на естественной циркуляции. Для того, чтобы обеспечить доступ воздуха для горения, необходимо отрегулировать заслонку, обратный клапан, установив его таким образом, чтобы воздух поступал в котел. Приставка Турбосет доступна для многих линеек котлов Zota. Тополь М, Тополь ВК, Мастер, Мастер Икс, Булат и герой нашего ролика – Зота Лава. Приставки Турбосет по силам контролировать все необходимые параметры и управлять ими, для того, чтобы система отопления работала максимально длительное время и при этом работала эффективно. Так что владелицы этого симбиоза – приставки Турбосет, установленные на котел Zota, получают все преимущества работы полуавтоматического котла. Узнать, какие приставки есть в наличии и подойдут ли они для вашего котла, можно, зайдя на сайт fornax.ru. Ну а если у вас есть вопросы по работе приставки Турбосет, можете оставить их в комментариях под этим видео, либо в наших соцсетях. На сегодня это все, а вот в одном из следующих выпусков вы узнаете о том, как сделать работу котла Zota с приставкой Турбосет еще более эффективной и максимально безопасной. До новых встреч, друзья! Счастливо!